Всем привет! Это канал Красного Герцога и сегодня мы завершаем бродить и судить в игре Thales Who Remain. Если вам понравилось это видео не забудьте пожалуйста поставить лайк, подписаться на канал если вы еще не подписаны ну и оставьте комментарий по возможности потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика спасибо ну что ж мы продолжаем значит в прошлой серии мы прошли лесопилочку в позапрошлые и в прошлой серии пришли в церковь где походя решили судьбу еще одной какой-то тетки столкнулись с мамкой побегали от нее мамка что-то совсем озверела вот ну и как мы помним значит нам надо остановить эту мамку потому что она делает что-то такое за чего они как она сказала теперь каждую ночь умирает ты после церкви мы попали вот в очередной дом я очередном доме да чувак ты в очередном доме и значит нам нужно что-то сделать чтобы остановить мать анники обычно тут все двери почему-то закрыть то все обычно кто-то где-то шебуршит там у нас кто-то глазеет телефон позвонить нет нельзя а я очень хотелось даже двери нет смысле не открывается даже теоретически а вот так он да ладно что у нас тут я доме анники понятно значит свалкой тут у нас есть колючек отчетом так а чего это знаки вот эти все знаки 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 все время где-то заставках нам попадаются а зачем нам сюда вообще что тут вообще есть в этой кладовки ни хрена в ней нет а зачем мы сюда тогда пришли зачем нас сюда вообще привели кстати что-то там тарахтит за дверью за стенкой смысла это движок нет ничего очень интересно очень интересно так вот здесь где-то было запертая дверь на значит нам туда вот ух ты а вот и место тарахтения бойлер макбет хоть бы кто-нибудь один почитал чужой против бешеного или пике любви какие-нибудь не достоевский шекспир и чё вот этот и выключатель кстати выключатель здесь наружу и ребята у вас косяк так вот тут непонятно что зачем зачем опа опа пентаграмма охренеть господи вентилятор и чего и и чего о а вот это номер как не надоелить и мистические заходы вначале она была все таки более такая квестовая чем хоррорная а теперь чем дальше тем хоррористе и имение квестово загадки что все становятся какими дурацкими пентаграмма это сделала твоя мать аника да блин чувак больше некому в ее ту доме ничего куда идти то где дверь то где выход а в а ну вашу дивизию мист и строчки шлепают о господи ну начинается мой дом блин твой дом твой И чего нам? О, сидит. Суть в чём, тётя давно тоже уже. Можно закрыть, а? Тётя тоже давно уже склеилась, раз она тут в виде призрака за мной бегает. Моя девочка мертва. Кроме неё у меня никого не было. Мы приехали в Дорванд в поисках спокойствия. Я думала, мы начнём новую жизнь в маленьком городке. Угу. Но теперь она мертва, а я одна. Как бы я хотела поговорить с ней ещё хоть раз. И? Ну. Оп, и куда-то полетела. Это была Эрин? Куда-то наверх. Ну, пойдём. Следом. Ага. И вон, что дверь. Ой, чёрт. Твою мать. Бабушка всегда рассказывала мне истории про странные миры и мифических созданий. Она говорила, что у нас особый дар – общаться с призраками. Считается, что все женщины в нашей семье обладают этим даром. Интересно, остались ли здесь её книги? Я точно помню, как упаковывала их вместе с остальными вещами. Понятно. Значит, она умерла. Ну, в смысле, Анника умерла, и мамка ударилась в оккультизм. Хочешь сказать, что они где-то в подвале? Оу. Надо свет включить. Ой, блин. Бабушкин старые книги. Книги заклинаний. Это вот содержит сотни всяких заклятий и прочих странностей. Одно из этих заклинаний создаст канглан, по которому человек может общаться с умершим. Угу. Я могла бы поговорить с моей девочкой. Ну да. Поговорила. Это, в общем, да, тема многих. Мистических ужастиков и прочих радостных событий. Что хотят поговорить с умершими родственниками, все дела. А каково от этого умершего-то, собственно? Из чего они должны быть, так сказать, добренькими стать? Как-то не учитывается. Так. Ну, тут опять же. Напоминаю, что я игрушку не играл, но смотрел прохождение. И я знаю, что нам сейчас опять придется бегать. Это будет одно из... Черт. 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 Побежали. 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 Заперто. 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 Черт, побери. Оставьте меня в покое. Опять. Вот она. О. Фух. Надо найти и другие видения, Сэрин. А как слышите, она все еще где-то хнычет. И, к сожалению, это еще далеко не конец. И придется побегать от нее еще. Так. Ну, здесь мы уже были. Теперь здесь, как видите, вообще нихрена нету. Рыба. Рыба. Рыба, кстати, опять какой-то символ. Она все рыдает и рыдает и рыдает. Все давит и давит на мозг. Так, она здесь. Она нас отвлекла, да? О, ну хоть журнальчик. Автотюнер. Маг. Хоть что-то... Натуральное, что можно встретить в доме маленького городка. Так, еще здесь нам придется с ней побегать. Причем вот здесь я в упор не помню, куда прятаться от нее. Сюда, что ли? В сортир, что ли? Или сюда? Или отсюда она начнет? За нами гоняться. Ну, в общем, скоро будет веселуха. Извините за спойлер. Я просто морально готовлюсь. Будет очень страшно. А так я себя успокаиваю. Ну, собственно, здесь и не будет ничего. Потому что, да, это все нужно для того, чтобы мы могли побегать. Так, ну, здесь все равно чего-то не хватает, да? Поэтому... Вон она. Вон она, вон она, вон она. Оттуда, значит, побежим. Шляпка какая старомодная. А. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не хочу. Но надо. Антигона, да. Ну, тоже, да. Угу. Это были высокоинтеллектуальные люди, а быдло их затравило. Наверное, это что в уровне пытаются сказать создатели. Нет? Он Ливер Костинес, или что-то на испанском. Они тут еще читают. Языки учат, классику читают. Я попробую провести ритуал. Он достаточно просто, но я так и не смогла найти один из ингредиентов. Я все равно попытаюсь. Мы не терять нечего. Сделаю ее сегодня ночью. Ну? Эрин, что ты сделала? Ну, как что? Это высокоинтеллектуально талантливая дама. Сделала, наверное, самую большую ошибку из тех, какие только могут допустить. Из тех, которому... Блин. Блин. И из тех, которым можно допустить, играясь с магией. Использовала ингредиенты не в нужном количестве. Ритуал сработал. Я говорила с кем-то с той стороны. Сначала я подумала, что это Аника. Но это была не она. Я пыталась разорвать связь, но не вышла. Удивительно, да? Теперь я слышу голоса в голове. Мне нехорошо. Нельзя играть силами, смысла которого ты не понимаешь. Можно было бы вообще как бы догадаться в таком возрасте, что ничем хорошим это не кончится. Видимо, что-то пошло не так. Ну еще бы. Ну и... Где уже? Вот. Хотя вряд ли нам это поможет. Точно. Да. Не туда я пошел. Ну тут вроде и больше. Да ты че? Серьезно? Вы серьезно? У-у-у-у-у. Сет. Ну это знаете, это вот это уже да. Это перебор. Ребята, все-таки надо как-то все-таки с головой было дружить. Это настолько лихой перебор, что я даже прямо и сказать не тут нечего. Че? А где? То есть надо хоть куда-то да постучаться, что ли? О! Чувствуй, бери, оставьте меня в покое, да. Надо найти другие видения Эрин. Блин, ну это ну так... Ну... Настолько задвинута. Вена есть-то. А, здесь, да. Я попробую провести ритуал. Он достаточно прост, но я так и не смогла найти один из ингредиентов. Я все равно попытаюсь, мне терять нечего. Сделаю это сегодня ночью. Давай, отпускай уже. Так, а там что-то всего две двери. Тут можно только было я в комнату ломануться, и в сортир можно больше некуда. Давай, отпускай уже. Это комната, видимо, Анники была, кстати. Эрин, что ты сделала? Да. Дети уже. Правильно, здесь нет других, только этот выход. Соответственно, раз комната и два комната. Сортир. И комната. Ритуал сработал. Я говорила с кем-то с той стороны. Сначала я подумал, что это Анника, но это была не она. Я попыталась разорвать связь, но не вышло. Теперь я слышу голоса в голове. Мне нехорошо. Ну. Так. И... А, вот так. А вот сюда, значит, нам. А теперь что? Значит, надо все-таки в сортир было. Вот тут как обычно все вверх ногами. И куда нам дальше? Мне нужен еще один медальюнчик, да? Который надо где-то взять. Вот только где? Найти путь на чердак. Так. Подвал тут зарос. В подвал не спустишься уже. Ну ладно. Ну, я надеюсь, мне опять бегать не придется. То, честно говоря, надоело. Тут дверь была закрыта. Может, он теперь откроется? Нет? Ни хрена. Все еще закрыто. А это тоже. Ну, я извините, просто прошел и дальше чего? А здесь, кстати, я могу посмотреть, что здесь теперь. А если на меня никто не нападет? Ну, здесь ничего не то и нет. Понятно. То есть, просто пройти и все, что ли? Ну, ладно. Я на прежнем месте. Еще видение есть? Ну, и чего? Я на прежнем месте. Я что? Опять наверх идти к ней? Там все те же. Сколько можно ходить по кругу? Я не... Как было запятое, так и осталось. Ага, сидит. Опять будешь бегать? Не помню, честно. Он говорит со мной, когда я сплю. Он шепчет мне на ухо, когда я бодрствую. Его зовут Дезах. Он обещал мне отпущения. Он показывает мне образы смерти и разложения. Вот кто его вызвал. Вот из-за кого я здесь вношусь. Я не хочу никому навредить. Я просто хотела в последний раз поговорить с Анникой. Что же я наделал? Надо было все ингредиенты правильно подбирать. А не экспериментировать. Из-за тебя тут целый город вырезали. И я тут ввязался в эту дрянь. Господи. Черт. Только не говорите мне, что опять бегать. Ну, не хочу я больше не бегать. Надоело мне. Ну, поняли. Дезах ревет в моей голове. Он хочет, чтобы я убила всех повинных в несчастном случае с Анникой. Но я здесь ни при чем. Я начинаю поддаваться этому желанию. Я чувствую, как мой разум затуманивается. Я больше этого не вынесу. Я собираюсь покончить с этим единственным доступным мне способом. Ух ты. Радикально хочешь с этим покончить. Ага. Подобран медальон. Так. Ага. Ага. Плянусь, эти символы встречались мне в доме. И неоднократно, чувак. Неоднократно. По-моему, вот так. Нет? Или вот так. Да, точно. Провести ритуал. А если я не хочу не проводить никаких ритуалов. О-па. О-па. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что. Терен никого не убивала. Она была мертва все это время. Получено достижение. Конец пути. Да. Блин. Ну что, как-то снять надо, нет? Надо думать. Мне теперь нужно провести какой-то ритуал. Я так понимаю, чтобы избавиться от этого дезаха. И всю эту хрень прекратить, да? Гаэция. Ритуал призыва. Рекомендуется к прочтению исключительно опытными заклинаниями. Ну, ведь написано же было. Вот черным по белому. Вернее, белым по черному. Разместить пять свечей на пятиконечной звезде. Заклинатель должен поцеловать каждую из свечей после того, как пять раз повторит имя любимого человека. После этого поместить вещь любимого в центре круга. Поместить пять ветвей вербины вокруг вещи во внутренний круг. Разбить зеркало ровно в три часа ночи важно. Разместить его во внутреннем круге. Капнуть три капли крови на зеркало. Для завершения положить на зеркало перо ворона. Слух произнести слова заклинания. Дигас поклевывай более лето дар. А какой же ингредиент она не смогла добыть? Тоже ничего особо редкого-то нет. Прежде чем начинать, очень важно очистить свое тело и разум. Любые сомнения и дурные мысли могут прервать или исказить заклинания. Помедитируйте, чтобы очистить сознание. Сосредоточьтесь на мыслях о любимом. Множество сущностей слышит вас. Контакт с чем-то опасным крайне нежелательный. Злобные духи жаждут найти беспокойные души, чтобы завладеть ими. Ну вот предупреждали же. Ритуал изгнания усиливается, если призвать в помощь доброжелательного духа. Разместить пять свечей. Так, свечи должны быть новыми и чистыми. Поместить зеркало внутрь круга. Должно быть целым. Рассыпать, щипать соли на зеркало. Поместить вещь дружественного духа на соль. Очень важно, чтобы вещь не касалась зеркала. Соль послужит каналом между вещью и зеркалом. Слух произнести заклинание. Мальдифидии более истра. Так. Она связалась с кем-то опасным. Мне нужно зеркало. Её дух был одержим. Мне нужно зеркало, соль и вещь доброжелательного духа. Я так понимаю, Аники в нашем случае, да? Детский смех в ужастиках. Это ужасно. Летающие стулья по потолку еще хуже. То, чтобы потом не возиться, если что, то мало ли, может, у нас времени не будет. А всякий мусор, я думаю, на поле не пойдет. Так. Так. Соль, зеркало и вещи Аники. А где выход-то? А вот. Твою Машу. Ох-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. Пожалуй, мне не следует здесь находиться. Как эта мысль у тебя возникла, чувак? Заперто. Прелестно. Как всегда. Как всегда все прелестно. Где ключ? Ключ! Соль. А, мы нашли соль. Отлично. Так. Таракашки. Соль, зеркало и какая-то вещь. Так. Так. Они повсюду. Они это тараканы? Ну да. Может, нам еще дальше пройти? Нет. Опа. Опа. Ах, вот кто у нас повсюду? Ну да. Так. И чего нам с этим делать теперь? И главное, при чем здесь зеркало? Повещаник, я уж молчу. Других доброжелательных духов у нас нет. Тоже заперто. А? Уроды. А? Уроды. Самые натуральные. Вот тут, честно говоря, не знаю, что делать. Не тараканов желаете? Да и на кой не тараканы? Там не было тараканов у ингредиентов. Ну, допустим, зеркало. А где здесь зеркало? А при чем здесь зеркало? Вообще. О! Открылось. Вдруг. Само. Так. Ну, я более чем уверен, что они нападать на меня не станут, потому что это не имеет никакого смысла. Но прибавить к ходу стоит. Назад уже не повернуть. Открылась. Оп. Тикс. Двери на полу, двери на внизу. Выходим так. Записочка. Чуденько. Эй. Верните мне. Записочку. Ладно. Ты близок то ли к концу, то ли к началу. Твое прошлое определит это за тебя. Черт. Какого черта? Тоже шикарная картинка, да? Грабельки такие. Прям даже не знаю, что лучше на заставку поставить. И висять их трупов или руки. Ну, руки на самом деле везде висят. В смысле на всех заставках. Так. Еще раз. Зеркало и вещь Аники. Музунчик. Музунчик. Здесь все еще заперто. Здесь все еще туда. Так. Значит, нужно что-то сделать здесь, да? Радио выключить надо было. Точно. И теперь мы можем пройти сюда. Ага. Очередная пентаграмма. По три свечки. Безумные картины. Эзбалшу Белого. Как сверху, так и снизу. А как сверху? Где сверху? Да, надо свечки зажигать. А где сверху-то? Я вот не вижу. А, вот. Вот. Точно. Так. Значит, если восьмерка бесконечностью вниз, то получается слева три, справа две, остальной по одной. Если бесконечностью вниз, слева три, справа две. Я надеюсь, не важно какие. Остальные по одной. Точно. Вот. Получили зеркало. Отлично. И теперь мне нужна какая-то вещаники. И у нас третья дверь. И с которой мы... Опа. Выходим куда-то. Какая-то больница. Судя по всему, да? Какую-то больницу. Это больница. Нас доставили сюда после аварии. Почему я здесь? А-а-а. А-а-а. То есть, прежде чем двигаться дальше, нам нужно закрыть вопрос с Клэр. Фемина прожектором нашим, да? Понятно. Понятно. То есть, проблем Анники и последствиями ее поступка ее матери нас внезапно кидают на решение нашей собственной проблемы. Тогда, может быть, игра будет немножко дольше, чем ожидалось. Летающие табуретки. Можно я водички? Нет, водички нельзя. Так, там стоят, а тут... Ой, и тут стоят теперь. Везде стоят. То есть, нам как бы только в те двери, да? А здесь? А здесь тоже все заперто. Понятно. Пойду я дальше. Вряд ли там вдруг будет открыто. О, вот она. Вот она, вот она. Идет за нами. Черт, почему она все идет, идет за мной? Ну, потому что ты виновен в ее смерти. Нам надо туда пройти. То есть, надо дождаться, пока она куда-нибудь свалит в другое место. Нет. Извините. Здесь она меня спалила. А куда же мне прятаться-то? Приседать мы не умеем. А больше не... А, вот здесь, что ли? Неужели она здесь не увидит? Здесь тем более... Где-то не можно спрятаться-то? Больше негде. Правильно, негде же негде. Давай попробуем здесь. Нет, лучше за шкафом. Вот здесь. Нет, заметит. Заметит. Нет, не заметила. Пока. Окна побило, блин. Бежим, 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 бежим. Здесь заперто, здесь заперто. Здесь заперто, здесь вообще двери нет. Заперто. Э! Это как это? А, я думал, она впереди появилась. О! Фу, так. От нее спрятались. И здесь какая-то фоточка. Авария не моя вина. Теперь я это вижу. Это не моя вина. Фу. Такие же, родить можно же, ну. Фу. Фу. Так. Я получил... А, я получил фотографию. Это, видимо, фотография Аники была, что ли? Блин. Ну, так вот. Долбить нельзя. Нельзя долбить. Опять все равно накидали сюда мусора. Сволочь какие-то. Ну, значит, с Клэром мы разобрались. Больше нам эта тварь нишать не будет. Бутылочку-то... В смысле, кувшинчик-то... Кувшинчик-то уберите. Да, он катился. Давайте, 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 выкатывайся. Все. Все. Так. Итак. Нам надо ритуал изгнания. Да? Мы уже его читали. Мальдифидии более истро. И, собственно... Нет, что там надо? Поместить. Так. Зеркало внутрь. Щепоть. Щепоть соли на зеркало. Вещь на соль. Зеркало. Соль на зеркало. Вещь на соль. И... А, и теперь, собственно, читать, что ли? Да. Попробуем. Мальдифидии более истро. Что-то, конечно, произошло. Но что? А, дизах явился. Ну? Добро. Зло. Что все это значит? Разве все зависит не от того, с какой стороны посмотреть? То, что кажется добром, может оказаться злом. А что кажется злом, может обернуться во благо. Это замкнутый круг. Люди говорят, что я зло. Но так ли это? Виновные наказаны. Невиновных оставили в покоре. Все грешны. Но ведь каждый может измениться. И все, что ли? Блин, это я... Не ожидал. Что... Что происходит? Я снова в мотеле. И на улице день. Да. Да. Это действительно конец. Это конец. И даже свет можно выключать уже. Потому что на улице светло. И все хорошо. Только любовницу нашу мы так и не встретили. Да. Никого нет дома. И снова телевизор. Без глаза с киной. Ну, пойдем на улицу. Да. О, людишки ходят. Машина стоит наша. Получено достижение. Хорошая концовка. Город свободен, как и моя мама. Спасибо, Эдвард. Ты хороший человек. Пас продолжай жить. Ты заслуживаешь второго шанса. Ну, спасибо. Мне надо вернуться домой. Я нужен жене. Ну, и вот, собственно, конец. Ну, что ж. Вот такая вот игра. Что я могу сказать. Ну, если отлично от моей хорророфобии, да. Которая, в общем-то, под конец игры снова начала набирать обороты. Потому что в конце игры хоррора все-таки стало больше, а квестовая составляющая стала меньше, в отличие от начала. Вот. Ну, это как бы мой личный косяк, поэтому ни в коем случае не повлияет на оценку. Не косяк в смысле, конечно, а свойства. Вот. Но в целом игра достаточно неплохая. Вот. Не скажу, что шедевр, не скажу, что хит. Есть некоторые моменты, которые напрягают. Вот именно, если вы помните позапрошлой, по-моему, серии или в прошлой, я говорил, да. Что есть, как бы, ну, ощущение, что некоторые места просто искусственно затянуты. Хотя они, как бы, совершенно, ну, не нужны. Это не нужно. Вот. Бесит, конечно, сохранение. Вот. Чекпоинты можно было делать несколько чаще. Как минимум в паре мест можно было, в общем-то, добавить чекпоинтов, чтобы не начинать в случае проигрыша новой беготни, в общем-то, совершенно издалека. Это, опять, подбешивает, скажем так. Вот. Некоторые вещи, опять же, нелогичны. Ну, я так понимаю, это вообще свойственно хоррору. Как каковым? Это вот когда-то нам надо бежать по бесконечному коридору, да, щелкнуть в конце к выключателям, бежать обратно и снова упереться в стену. И вот там теперь, значит, одна из дверей будет открываться. Ну, на мой взгляд, это, опять же, да, нужно хоть, вернее, ну, не то чтобы нужно, конечно, а ну и так, в общем-то, неплохо получилось, да, как я и сказал. Но хотелось бы, чтобы все эти вот вещи, да, которые нам приходится делать в игре, были более логичны. Опять же, как взять начало игры, да, первую половину, например. Вот, поиск этих улик, требуется, там, разгадка загадок и так далее. Они были как-то встроены в лор игры, да, в ее сюжет. И, ну, нам надо было сделать, было понятно, почему нам надо это сделать и, главное, что нужно для этого сделать. А под конец, когда вот пошла вся эта мистическая чушь уже, ну, точнее, она изначально была, конечно, мистическая чушь, но когда под конец осталась только она, вот, стал уже вообще, как бы, ну, совершенно непонятно, а почему надо делать вот так, а не как-то по-другому. Потому что, ну, потому что, ну, хорошо, пусть будет потому что. Ну, опять же, сильно эту игру не портит, вот, как представитель своего жанра, ну, опять же, все-таки, все-таки, я считаю, что это все-таки больше квест с элементами хоррора. Вот, чистым хоррором ее назвать трудно, потому что, ну, не настолько она страшная. Да, есть несколько моментов, которые жуткие, особенно в комнате, в смысле, в доме, в доме, в доме, в доме чьем. Я немножко подзабыл, как их всех зовут, опять сейчас, Хайдена, по-моему, в доме Хайдена, да, или, а может, Дезмонда. Да, пардон, в доме Дезмонда, все правильно, в доме шерифа, его сына, когда мы оказались, да, когда вот она вдруг нам выключили свет, вот, и пришлось нам прятаться в его комнате, да, это было жутко. Это было не столько страшно, сколько жутко, а вот, когда она напала на нас в церкви, вот тут я, а ты, мой дорогой игрок, ты считаешь себя невинным? Да, это прикольно, вот, да вот, когда она в церкви на меня внезапно направлено, вот, я, честно признаюсь, чуть не обоскался, да, это было страшно. Это был скример, который почему-то, как некоторые, я тут просто недавно статью наткнулся на статью наткнулся по этой игре, и там почему-то написано, что эта игра попугает без прыжков и криков. Ну, прыжки есть, а уж криков тут хватит на десяток других, в общем-то, хорроров, так что, хотя, да, основная, в общем-то, составляющая не это. Вот эти глаза во тьме, да, вот эти вот фигуры стоящие, они, в общем-то, почему-то, ну, не пугают совершенно. Вначале так чуть-чуть, да, вот, а потом, ну, просто не выходи из света, и все. А даже если выйдешь, ну, собственно, ничего не видно, что происходит, поэтому ты просто выходишь из света на тьму, во тьму и перезагружаешься, вот, ну, это, это, это не пугает, нет. Хотя смотрятся, конечно, они шикарно, и, честно говоря, они были бы пострашнее, если бы было их поменьше. А то уж прямо в некоторых местах они прямо, ну, совсем стеной стоят, и, ну, к ним привыкаешь. Привыкаешь и уже не боишься, вот, пугают, собственно, вот эти вот монстры, да, которые ходят, бродят. И, кстати, жаль, нам так не пояснили, кто же таким был вот этот вот гигант каменный гость, да, как я его называю, вот, который там в лабиринте бродил. Это что за фигня была? Я предположил, что это чувство вины, да, вот, но... Ну, если чувство вины за аварию, скорее Блак Клэр, который прожектор, да, ну, в общем, фиг его знает. Вот, а в целом игра вот такая неплохая, я бы поставил ей, наверное, по десятибалльной шкале, ну, ну, семерку точно, вот, она заслужила. Так что вот, если хотите, можете попробовать поиграть сами, вот, купить ее в стиме, она продается, стоит не очень дорого, не помню сколько, но не очень дорого. У нее есть вторая концовка, плохая, это мы выбрали хорошую концовку, за что получили достижение, вот, есть и плохая, вот, но, как ни трудно догадаться, да, ее получить очень легко. Не буду говорить, как это очевидно, вот, ну, вот, так, так что смотрите канал, подписывайтесь на него, вас ждут новые игры, интересные, разные, а на сегодня это все, всем спасибо и пока!